Пятый день принес такое, что вспоминать больно, но это такая жизнь, ее приходится принимать как есть, даже если ты чувствуешь себя в итоге глупым, недальновидным, да еще к тому же расхлябанным. Ну а пока утро без того не радовало, солнце исчезло, а плотная хлябь придвинулась казалось прямо к носу, озеро уже не сверкало гранями бриллианта, отливало мирной тяжести свинца, и медленно двигаясь вдоль берега я думал о том, а правильно ли вообще поступаю, ведь у меня было два решения, идти от пляжа его не видно на фото, но он там в дальнем углу, и сразу в чащу навороченного, затем проползти по бамбуку как змея, его было видно со спутника, я знал что он там есть, а потом через ручей, спустившись, подняться на хребет, и проходила дикая таежная дорога, но возможно было через цепочку озер и каких-то полуболот, обойти все эти махновские безобразия, и все это делать по редкому следу, ну уверенному, в квадроциклах, а в этом то и заключалась прелесть план, они то в любом случае путь себе прочистили, раз уж заехали в этот угол, в общем выбрал второй вариант, поняли, но судя по разгрому на склоне сопки, чисте вообще было что, да, и кинув последний взгляд на тот уголок озера, как на крае платочка, я метнулся вперед к славе, мне казалось, что я близок к ней, потому что дорога была загодя прочищена ретивыми самокатчиками, даже высокотравие было приглажено, как утюгом их, широкими колесницами, и казалось, ничего не сгущалось над моей головой, да я был в этом просто убежден, лишь длинная водная дорога, она хлюпала под моими калошами, давно промокшими, и уже безнадежно нам, махнувшими на это своими шипами, ухватистой подошвой, а лес медленно умирает, после цикла ураганов, ее съедает какая-то тварь, цепочки мелких озер тянулись друг за дружкой, и подходя к очередному, я был уверен во всем, вот помню только, что вода запомнилась какой-то сильной уж чистой прозрачной, и только в траве почему-то не было видно, что где-то там внизу есть яма, в которой, ну я естественно и нырнул, чуть не с головой, то что я оказался мокрый, это вообще не беда, не привыкать, но оказалось, что, вот мой телефон, он давно не является уже водонепроницаемым, и захлебнулся зараза, я вот даже услышал, как он булькнул, запустив себя в воду, ну или мне это показалось, на темный, на мертвой экран, это уже была нелицеприятная действительность, как будто зрение лишили, но была надежда, вода-то сугубо пресная, и телефон, набравший силу, еще моргнет меня своим 5,5 дюймовым экраном, да и плачь, не плачь, а идти все равно нужно, главное, что здоровье есть, тем более, что путь я знал в целом наизусть, но кое-какие детали вызывали у меня неуверенность, пока было понятно, что нужно выйти на дорогу, и туда меня уверенно вели квадрики, общий километраж от озера, он где-то порядка 3 километров по прямой, часа там, что-то там около двух, я одолел это дело, и оказался на ней, ну на дороге, естественно, радовался я не сильно, ибо выход из строя такой важной детали, как телефон, ставил вообще под опасность, срыв всю экспедицию, все же GPS сильно расслабил, я по ходу хожу 6 лет, сначала с отцом, потом в 13 лет мы начали это делать сами, и почти всю сознательную жизнь, это была лишь бумажная карта до компаса, да, иногда с грубой ориентировкой по солнцу, когда существует определенные условия, зимой иногда шли по полярной звезде, она легко находится, она где-то вообще чудесный ориентир, но почти 10 лет GPS, правда я всегда параллельно носился бумажной картой, большие походы, вот только в этот большой поход, достаточно большой, я и не стал брать, но будет как будет, сам виноват, а пока я сходил паром на дороге, раскидав вещи сушиться, сам раздевшись до гола, читал электронную книгу, специально брал такую, чтобы воды не боялся, да, он действительно ее не боится, внизу метался какой-то туман, иногда собирался легкий дождик, но он быстро уставал, уходил какой-то пришибленный, выскочивший из-за туч солнцем, или из-за солнца туч, короче все это нырял обратно в облака, и солнца в целом не было, но часа полтора сушки дали определенный результат, и я двинулся по дороге, требовалось усилить чуть километров 7-8, ну по дороге это полная ерунда, дорога она, есть дорога, идти по ней хоть и просто, но скучновато, через пару километров она вдруг резко улучшилась, видно было, что по бокам били усы, так называемые усы, дорожки такие, которые отходят недалеко, и судя по всему должны были высадить деревья, я так предполагаю, что все было как обычно, бюджет освоили, но на деревья не хватило, в этих краях, нужно сказать, я вообще впервые, но память моя цепко помнила, что дорога делает поворот, спуск хребта, идет вдоль речки, пересекает один приток, и вот на втором мне нужно было уходить по ручью, а назывался он согласно легенды карты, ветвистый, делать это надо было 2,5 километра вверх по нему, а там уже по небольшому боковому ручью ходить наверх, и там я точно должна ждать дорога, спутник это подтверждал когда-то, когда не было куда смотреть, а как определять расстояние, спросите вы, ну примерно как и на дороге, ну если дорога относительно прямая, ты знаешь, что идешь там 5-6 километров в час, по диким ручьям, эту скорость я уже давно рассчитал, как правило, составляет 1, 2, 1, 3 километра, который уже говорил это, значит мне нужно идти всего лишь с обычным темпом, и 2 часа ровно, пока казалось все просто, а склоны сопок, удобно расположенные под потоки ураганного ветра, именно со стороны моря, были вычесаны прям до корней, деревья гнили, в них заводились жучки, которые расплодившись, кидались на живые деревья, и тайга умирала, процентов от 70 до 20 на разных участках, но это, к сожалению, процесс отбора деревьев, чтобы дальше давали жизнь самые сильные, которые смогли устоять перед этой напастью, но для человека это представляет, конечно, печальное зрелище, а на обочине японцы Карафута оставили послание из далекого прошлого, прям черная метка, коричневая, это пивная бутылка саппора, со звездой на донышке, есть целые горы этих бутылок в тайге, я помню еще, когда мы первые походы, когда мы такие взрослые, все 14-15 лет, прям мы находили прям такие небольшие горки этих бутылок, наверняка они там же валяются, ну а осколки вообще валяются и на высоких горах, и просто где не попали, эти японцы, наверное, были большие любители своего пива, ну вот я и пришел, ветвистый, старый мост переливал через себя кристально чистую воду, и сегодня я все, хоть и прошло-то где-то полдня ходового, но что-то нет настроения, буду сушить телефон, может опомнится, вернется к хозяину, а то как раз солнце вылезло, на этом приключение, хоть и кончилось, но не завершилось, вечером начался буйный дождь, и он шел почти до самого утра, хочу сказать, что спать в такой обстановке, это примерно как вот тебе делают массаж две красивые девушки, он только не тело, а души, все преисполняется каким-то невероятным, но осознание, что завтра внутри тайги будет все мокрое, а вместе с ней и весь ты, несколько отравляло удовольствие, ну и плевать, кончился пятый день моего путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok